Сначала у тебя появляется идея. Потом ее переводят на бумагу. Ну а потом она уже на твоем теле. Ты о чем? Ты шутишь? Ты ни разу не был в тату-салоне? Не был. Как-то не доводилось. Тебе стоит попробовать. Там очень качественно делают татуаж бровей, ресниц, губ. Ну и других частей тела. А где это? Чеканы, тату-салон. Не слышал. Вообще-то в городе только и разговоры об этом салоне. Какие там профессиональные мастера. Отличное оборудование. Индивидуальный подход. Ну а самое главное, 20% скидка. С промокодом ЕМ и ПЛАЧУ. Всем привет! Меня зовут Артур Орлов. Рядом со мной находится шеф-повар Кирилл. Мы находимся в одном из ресторанов нашей столицы. И сегодня, наконец-то, я сделаю обзор на выдержанные стейки. Три из этих стейков сухого вызревания 21 день и один стейк, который у нас мокрое вызревание, по-моему, 2 недели. Спроси у повара, где-то так. Чем отличается сухое от мокрого вызревания? Сухое вызревание происходит непосредственно в холодильной камере при температуре от 1 до 4 градусов. И, соответственно, влажность должна быть где-то 75% влажность воздуха. А мокрое? Мокрое вызревание происходит в том, что стейк вакуумируется в вакуум-пакет. Все соки его, как бы, остаются при нем. А температурный режим или неважно? Нет, температурный режим остается тем же, также в холодильной камере от 1 до 4 градусов. Единственное, что есть такая легенда, что мокрое вызревание намного лучше, потому что оно не теряет влагу, и все соки остаются в этом стейке. Окей. Сегодня я взял на обзор Рибай. Один из моих самых любимых стейков. И мы будем готовить это не как в ресторане, мы будем готовить это как дома. Обычные специи, соль, перец, соответственно, жарим, и потом будем доводить в духовке. Какие стейки нужно доводить в духовке? Все стейки, которые имеют толстый край, которые... Да, этот стейк придется доготавливать в духовке, потому что на сковороде он не приготовится до конца. А что насчет этих? Эти стейки можно легко приготовить на сковороде, либо дома на углях, на обычном мангале, и их не надо будет доводить в духовке, потому что они не совсем толстые. Поэтому они смогут прожариться внутри и снаружи одинаково. Есть какой-то стандарт высоты стейка? От трех сантиметров и выше. От трех сантиметров и выше. Ну, здесь у нас как бы стейки пониже. Итак, я забыл сказать о том, что сегодня у нас представлены стейки из Вайн Гог. Вы их можете купить непосредственно в самом ресторане. Дальше у нас получаются стейки от Тора Гриль, которые вы можете купить в Тора Маркете на Рыжкановке. И стейк Рибай от Мираторга, который есть уже, наверное, почти везде. В каждом магазине цены разные, но я буду указывать те цены, по которым я купил эти стейки. Ну что, Кирилл, поехали? Да, конечно. Кирилл, на внешний вид как они? На внешний вид отлично. Есть небольшие прослойки инжира, которые придадут мясу отличный вкус. А то, что одно светлее, другое темнее? Опять же, все зависит от животного, как оно питалось, как его забили. Окей, сейчас мы их распаковали, положили в гастроемкости для того, чтобы они дошли до комнатной температуры. Да, мясо должно немножко подышать, для чего-то делается, чтобы внутри мяса имело такую же температуру, как и снаружи. Чтобы, когда мы его поставим на гриль, оно у нас равномерно прожаривалось. Есть же такой стереотип, я его тоже в свое время придерживался, этого стереотипа, что нельзя солить мясо, потому что оно вытягивает влагу из до того, как мы скинем его на сковородку. Это нормально говорить? Есть. Об этом много говорят, много было, скажем, экспериментов, но если мы запечатаем стейк, то все соки останутся в любом случае внутри стейка. И влагу оно не вытянет. Соль не успеет? Да. Как говорил один шеф на ютубе о том, что лучше посолить и поперчить до того, как, потому что, когда мясо уже приготовится, вы просто забудете, начнете все это есть и не тот. Я за него говорю. Солим, перчим. Соль, перец. Больше ничего для выдержанного мяса не надо, так как у этого мяса есть вкус. Я предпочитаю medium rare. Но именно так мы сегодня будем жарить. Medium rare – это прожарка, которую заказывают чаще всего в ресторанах. Следующий вопрос. Когда из мяса вытекает розовая жидкость? Это кровь или что? В выдержанном мясе не может быть крови, потому что, если мясо выдерживается 21 день в сухом вызревании, то вся кровь стекает за 21 день. И уже в мясе остается только сок. Сок нельзя назвать кровью. Поэтому и вся прелесть этого мяса в том, что в нем нет крови уже. Это не кровь. Это сок. Давай, самый-самый сок. Давай. Опа. Красота. Самое важное – разрезать стейк пополам, для того, чтобы остановить процесс приготовления мяса. А, в этом секрет какой-то есть? Мясо сейчас имеет свою определенную температуру. И чем больше оно стоит, тем больше оно идет процесс приготовления еще. Открываем форточку, разрезаем. Для этого нам надо разрезать мясо пополам. Идиарень. Шикардос. Ну, занято. Номер четыре. Я не знаю, от какого-то производителя. Сочно. Вкус мяса. Я бы не сказал, что оно такое прям яркий вкус мяса, но вкус мяса. Соли, перца, понятно, что достаточно, потому что оно было просто сверху. Мы дальше начали готовить. Но, но, есть одно но. Мне кислить? Да. У меня есть какой-то посторонний вкус. Он немного кислый. Вот, от того, что оно не переготовлено, и чувствуются минусы этого самого мяса. Ну, вот маленький минус, причем я подчеркну слово «маленький минус», потому что он не совсем ощутимый. Мясо немного кислит. Разжевывается, вкусно, рыхлое, в меру рыхлое. Вот это все. Единственное, вы были правы, есть небольшая кислинка, которая может кого-то испугать. На самом деле, это ничего страшного, это естественное и нормальное для ферментированного мяса. Ровно наполовину. Номер три. Номер три. Да что ж ты будешь делать, какая красота. Друзья, внимание, это не кровь, это сок мяса. Здесь мясо, прям мясо, прям я чувствую волокна, но они рыхлые. Это хорошо, это плюс. Отдельного какого-то постороннего вкуса не мяса, нет, нет. Оно сочное, кусок берешь в рот, он прям, ну, круто. Я бы сказал, что он прям тает, но круто. Я еще кусок. Очень круто. Мне вошло. Ну, изначально мы видели, что здесь жирное, больше жировых прослоев. За счет этого вкус мяса намного лучше, чем у предыдущего стейка. Да. Свой вкус мяса, но есть и постороннее что-то. Это может быть какая-то приправа, может быть, я не знаю, может быть, процесс подготовки мяса, готовки был немножко особенным. Вот, я слышу посторонний вкус. Я не знаю, что это, я не могу это объяснить. Для меня то же самое, здесь такое ощущение, что присутствует какой-то маринад. Как будто маринад, я не знаю, что это. Скажи, шеф, что это? Здесь оно мясо сочное, вкусное, но не настолько. Только за счет того, что все от разных животных. Так, если взять, то здесь больше всего у нас получается сока. Да. Внимание! Опять какая-то кислинка. Опять что-то есть. Короче, по поводу самого приготовления мяса. Вот можно сюда направить? Прям можно изучать, прям по учебнику. Смотри, как все. Мясо прожевывается очень хорошо. Очень хорошо. Я думал, сейчас я вот и возьму кусок прям большой. Прям его раз в рот. Оно будет долго сжеваться. Но есть этот вкус какой-то непонятный. И далеко, далеко до оригинала по вкусу мяса. Мне. Опять же, у мяса есть свой вкус. Свой специфический вкус мяса. Поэтому, как говорится, на вкус и цветоваре еще нет. Не нравится? Мне нравится. Нравится. Да, присутствует опять же небольшая кислинка. Но это за счет того, что это ферментированное мясо. Самое вкусное. Фул комплектация по моим вкусовым рецепторам номер три. Номер три. Да. Как ни странно, второе место заняло у меня номер четыре. Четыре. Потому что оно такое красивенькое, знаете. На второй день еще можно на хлеб набросить вверх. Да. И третье место для меня номер один. Потому что, ну, короче, кусок, знаете, вот такой большой. И он еще и жуется нормально. И вообще необычно. Шеф? Ну что? Я не могу сказать, что есть какой-то лидер по вкусу. Мне понравилось все мясо, которое здесь присутствует. А добрым нельзя быть? Ну, я не добрый. Главное, чтобы это было съедобно. А, это важно. Не, на самом деле съедобно все. Уровень высокий у всего мяса. Мое мнение по поводу сегодняшней дегустации. Как всегда, у меня на первом месте два кандидата. Это кандидат номер три. И это кандидат номер один. В каждом из них есть своя изюминка. Номер три. Это аутентичный вкус мяса без каких-либо добавок и без какого-либо постороннего вкуса. И номер один за то, что вот такой вот большой кусок, за то, что это мясо. Да, присутствует какая-то кислинка, но оно сочное, оно распадается. И даже несмотря на то, что вы берете в рот вот такой вот кусок, у кого получается, у кого не получается, у меня получается. Буквально три-четыре раза можно прожевать, и все, стейк проходит. В третьем мне понравилось вот именно вот это вот мясо, мясо, мясо. Вы все видели сами, внешний вид, вкусовые качества оценил я, Женя, ну и, соответственно, Кириллу. Верить нам или не верить, это ваше личное дело. Мы, как всегда, заплатили свои деньги для того, чтобы кушать вкусно. Ну, а теперь вы знаете, где покупать стейки, и, соответственно, вы знаете, какие из них самые вкусные для нас. А вы попробуйте, сделайте свое мнение, пишите обязательно в комментариях. Ставьте лайки, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...